Покрытие в манеже и оборудование позволяют готовиться просто к любым соревнованиям, любого уровня, вплоть до Олимпийских игр. Оторвать серебряного призера Олимпиады в Пекине от шеста, чтобы он дал стандартное для открытия спортивных комплексов интервью, в этот раз оказалось не так просто. Еще пару тренировочных разбегов, разминка и снова шест в руках. Во время небольшого перерыва Евгений Лукьяненко признается, оторваться невозможно. О подобном манеже в родном Славянске-на-Кубани с такими матами, дорожками для разбега и самое главное высотой потолков можно было только мечтать. Из-за скромных размеров прошлой тренировочной базы некоторые даже не понимали технику Лукьяненко. Находясь на любых соревнованиях любого уровня, даже тренера другие замечали, что несем по-другому шест из-за того, что балкон ниже, спрашивают у тренера, почему так. Он говорит, потому что постоянно из-под балкона выбегали, даже уже когда его нет, все равно несешь шест так, как будто он упирается в балкон. Новый легкоатлетический манеж в Славянске-на-Кубани станет основной базой для подготовки краевых прыгунов в шестом. Здесь уже начали занятия воспитанники местной школы Олимпийского резерва. По словам спортсменов, подобной крытой площадки в крае еще не было. Кроме шестовиков, в крытом манеже круглогодично будут готовить чемпионов по основным легкоатлетическим дисциплинам – толкание ядра, прыжки в длину, высоту и бег. Оборудованием в комплексе хвастает даже не его директор, а сами спортсмены. Оно точно такое же, как и то, что использовалось на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве. Открытие подобного спортивного манежа стало событием даже не краевого, а российского масштаба. Тем более здесь же планируют построить еще бассейн и рядовый дворец. Почетными гостями на официальном открытии комплекса «Олимпийц» стали министр спорта России Виталий Мутко и исполняющий обязанности губернатора Вениамин Кондратьев. Я очень рад, что в Славянске на Кубани есть такая точка роста российского спорта. Всегда радуешься, когда у нашего спортсмена появляются достойные условия для того, чтобы совершенствовать свое мастерство. И вы знаете, что Кубань последние годы является таким надежным партнером в развитии физической культуры и спорта. Чтобы растить своих звезд в каждом уголке края, без развития массового спорта не обойтись, уверен Вениамин Кондратьев. В городе, не побоюсь этого слова, провинциальном городе, есть такой уникальный дворец. Это, конечно, событие. Событие для вас лично, всех тех, кто здесь сегодня присутствует. Для той, особенно молодежи, которой очень повезло заниматься спортивным дворцем, который позволит на самом деле стать не только физически сильнее, но и внутренне. Спорт он закаляет. Есть лозунг «быстрее, выше, сильнее». Вот пусть он всегда будет с вами и пусть будет это основным принципом вашей жизни. Олимпийский девиз на Кубани прижился как нельзя лучше. Сегодня регион занимает первое место в стране по количеству новых спортивных объектов. Об итогах развития физической культуры в крае министр спорта говорил уже на совещании в Краснодаре. В Большом зале собрались ведущие спортсмены и тренеры края, главы муниципалитетов и руководители управления физкультуры. Только в этом году на развитие отрасли, в том числе и на строительство новых спорткомплексов и ледовых дворцов, власти потратили больше 17 миллиардов рублей. За последние 8 лет мы с вами вместе построили почти 90 различных спортивных объектов. Никогда такого строительства объектов спортивной материальной базы на территории Краснодарского края не было. 46 многофункциональных спортивных комплексов, 13 ледовых дворцов, 17 плавательных бассейнов, 546 детских спортивных площадок, 14 баз по различным видам спорта. Занимаются в них 2 миллиона 113 кубанцев. Это чуть меньше половины всех жителей края. Показатель значительно превышает среднероссийский. Популярность спорта с каждым годом растет, как следствие увеличивается и количество спортсменов. И выводить их из любителей в профессионалы сегодня принципиально важная задача. Количество занимающихся непременно должно перерастать в качество. Работа спортивной школы это спортивные результаты, присвоение спортивных разрядов. Продолжая развивать спортивную базу и воспитывая новых чемпионов, Кубань может занять и еще одну лидирующую позицию по количеству спортсменов в российской сборной. Уже сегодня кандидатами на участие в летних играх в Рио-де-Жанейро стали 110 кубанцев. Но быть может после сегодняшнего открытия спорткомплекса уже на следующей Олимпиаде команду дополнят и легкоатлеты из Славенска.